всем привет продолжаем знакомиться с семейка ну сегодня будет коротенькое видео но здесь будет конечно же что-то новое и новое это будет как нам добавить ну точнее собрать один большой проект из подпроектов смотрите вот есть у меня такая структура есть основной проекта main дальше есть подпроект 1 и подпроект 2 1 подпроект у нас сугубо на языке sim 2 подпроект это там все плюс плюс то есть этим этими подпроектами могут быть ну к примеру к примеру ну есть много всяких open source библиотек то есть открытым исходным кодом по типу там ffmpeg куру open ssl ну и подобное там либо xml ну я не помню правда ли либо xml open source или нет ну я думаю вы поняли да что я имею ввиду так вот и и хотелось бы ну к примеру использовать не готовы уже библиотеки а непосредственно собирать на целевой платформе на конечной платформе да из этих исходных кодов ваши там проекты и эти подпроекты конечно же тоже содержат simaic лист файлы носа simaic лист txt ну давайте посмотрим вот у нас основной simaic лист текст в нем мы добавляем add sub directory sub directory и sub directory то есть самый основной проект он нас самом последнем самый последний потому что нужно чтобы собрался первый проект потом второй проект а потом собрался самый основной давайте откроем main main а есть тоже свой simaic смотрите что мы тут видим мы тут видим как раз или осы помните когда мы создавали библиотеки можно было каждой библиотеке такой псевдоним задать так вот как раз они здесь уже используется и ну показано что это удобно смотрите первое основной проект он подключает аж пи пи файл и аж файл что это такое экстерн sim и фигурных скобках я подключаю аж файл дело в том что это не всегда нужно а то есть большинстве случаев работает нормально и так если у вас есть какие-то сугубо сишные проекты но порою могут быть проблемы и я однажды на mac os столкнулся с такой проблемой которая решалась именно вот оберткой подключить то есть обернут include в экстрен си то здесь я указываю что здесь аж файл ну и соответственно объектный файл который будет сгенерен на основе этого файла он сугубо на языке си и собран си компилятора но но не всегда это нужно но я это втулил сюда для того чтобы вы просто знали что такое возможно и возможны могут быть какие-то проблемы я уже не помню какая была проблема поэтому ну как бы урок не об этом так вот это основной у нас main cpp для него и ну проекта для него вот такой sim и клист файлик создаем исполняемый файл и линкуем две библиотеки теперь давайте откроем сап project 1 чё у нас тут у нас тут у нас тут просто проект на языке си и соответственно установлены флаги для языка си то есть использовать одиннадцатую версию и все и вот как раз добавляется у нас псевдоним вот мы указываем что это у нас будет библиотека и дальше мы для этой библиотеки указываем псевдоним sub 4.libc ну и тут этом это вам уже знакомо мы инклудим для сборки ну указываем где лежат h файлы так как у нас утра скинут src и непосредственно инклуд вот здесь смотрите вот мы добавили алиас псевдоним в основном проекте вот он используется sub 4.libc ну для того чтобы не писать там полное имя вот так довольно таки удобно теперь откроем откроем sub project 2 здесь сугубо на c++ точно также добавляется алиас псевдоним sub 4.libcpp ну вы можете свои там под имена для удобства вот и здесь точно также эти библиотечки линкуются поэтому поэтому конечно же я думаю вы поняли что нужно сначала собрать самый независимый проект а потом собирать те проекты которые зависят от уже собранных в данном случае основной проект main он зависит от этих двух подпроектов забыл говорил или нет но add sub directory говорит семейку что добавляется директория точнее под проект в котором обязательно должно быть наличие семейк лист файла потому что если вы примеру сделаете add sub directory и укажите какую-то директорию в которой не будет семейк лист файла ну давайте попробуем всем создадим project 3 вот так и давайте добавим добавим вот вот так вот сделаем и попробуем собрать но сейчас мы попробуем собрать но еще раз пробежимся да ну тут пробегаться особо нечего здесь все просто есть подпроекты здесь четко на си здесь на c++ и все точно так же в инклуде заголовочные файлы здесь исходный файл здесь hello from sub cpp будет печататься а здесь здесь просто 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 напросто две функции которые что-то там будет печатать итак давайте теперь соберем это все добро сюда переходить не надо мы будем отсюда собирать потому что у нас маке и мэйк ой я сказал мэйк сорян ребята маке маке а ну да в чем проблема в том что в саппроджект 3 да даст контент не да из нот контайн э сима симаки лист текст файл но как бы говорит что в саппроджект 3 нет семейк лист файла то есть не указаны правила сборки точнее правила генерации поэтому 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 убираем есть а теперь давайте попробуем еще раз но вот так вот сначала указан укажем что нам нужно сначала собирать мэйн конечно же мы опять должны получить ошибку давайте сим симаки и маке ухты так не понял не получили я сейчас еще раз проверю удалим все раз два собрали странно значит где-то где-то у меня значит что-то подобное было что-то подобное было ну когда были зависимы был результат зависел от порядка указания этих директор под проект ну видимо уже что-то исправилось и поэтому все хорошо и так работает но лучше для логики все таки указывать сначала независимые проекты и дальше мере по мере зависимости чтобы все ну глазами можно было бы там определить да к примеру это вместе у нас находится ну то есть без разделителей то значит у нас майн зависит от 100 про проектов а тут к примеру были бы еще какие-то сап какие-то проекты но они были бы к примеру разделены вот переводом на новую строку дам одним пустой линии то это говорила бы нам что вот это проекты вместе связанные там а этот не связано ну что то такое короче короче что мы здесь видим мы видим здесь было собрано один сап project потом был собран второй а потом третий так и давайте а где она все валяется а она валяется вот семейк посоздавал эти папочки main subproject 1 и subproject 2 здесь соответственно есть библиотеки а здесь непосредственно уже исполняемый файл ну давайте запустим submain и мы видим main дальше вызывается сишные две функции и си плюс плюс ну вроде бы все давайте еще раз посмотрим на структуру но я думаю как бы вам и так уже понятно понятно есть три с так этого нету три проекта в каждом должен быть семейк лист текст который будет описывать правило генерации для конкретного под проекта под проекты добавляются с помощью такого макроса от sub directory и мы добавляем непосредственно директории конечно же можно указывать еще какие-то пути если они лежат вот здесь не в корне а где-то в других местах ну думаю думаю все то здесь мы увидели что здесь мы попробовали собрать два проекта один сишный второй си плюс 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 и в маяне все это эти библиотеки прилинковать и создать исполняемый файл ну а на сегодня все всем спасибо за внимание под ну это это будет конечно же на гитхабе лежать вот и чё я там говорил подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока